Нашумелый мотопробег московских байкеров дальше и до областного центра. Некоторые европейские политики ранее заявили, что на территорию Евросоюза ночным волкам уезд заборонены. А те стал Брестопошнее, кропкое маршруте, и ки повинен был скончаться в Берлине, доведаемся с наступного сюжета. За 17 дней байкеры плануют проехать 6000 километров по территории Европы и тем самым повторить переможный шлях Червоной Армии в 1945-м. Учера группа за 11 мотоциклистов проехала Витебскую в область и побывала для кургана славы в Минску. Сегодня они усклали кветки довешного огня в Брестской крепости. Сюда хочется возвращаться снова и снова. У вас очень добрые люди, очень приятный прием. Самое приятное, что это было искренне, непостановочно. Огромное вам всем спасибо. Белорусская частка маршруту проходит спокойно. Головная интрига мотопробегу напереде. На пытание типа дрыхтовали байкеры хитрый ход. Калинопольской межи их поспробуют разгорнуть. Отказ был промолинейный. Вообще так не очень на хитрых людей похоже, по-моему. То есть мы уже три дня с вами вместе живем фактически. То есть вы нас каждый день видите. Вся хитрость наша вот здесь. То есть мы сюда пришли, почтили память. Также хотели сделать это на территории Европы. Поэтому план Б у нас такой же, как и плана, проходить границу. Лидеру ночных вауков в визе отмовили. Однако сегодня стало вядомо, что Александр, хирург из Алдастана, все же таки приедет в Брест завтра с посланием от ветеранов российского орла. Как стало вядомо, ночные вауки без инциденту пройшли белорусскую межую мытню. Однако польскую пройти не отрималась. А Польша отмовила во уезде усим удельникам мото-пробегу.